Всем двое друзья, меня зовут Сергей Лав вы смотрите канал Unchained Elpin на ютубе и сегодня я вам покажу такую игрушку как Space Base DF9 и она мне понравилась очень и очень потому что я обожаю космос вообще я об этом неоднократно говорил а также игра представляет из себя нечто типа Dwarf Fortress что тоже мне нравится правда там немножко не складывается с той игрушкой дела вот в общем то в чем заключается игра мы выбираем часть галактики где будем развивать свою базу скажу сразу игра находится на стадии раннейшей альфа то есть это буквально первый альфа билд кстати я уже по-моему шутил на тему того что скоро игры будут продавать еще на момент написания диздока хотя подождите их уже по-моему и так продают на кикстартере в таком виде в общем как бы то ни было в игре сейчас очень мало чего реализовано и давайте уже начнем строить где-нибудь свою базу к нему наверно вот сюда мне нравится тут такая пёстренькая местечко правда показатели показывают что они ridiculous low что не очень приятно хотя это особого значения иметь не будет ну что ж высаживаемся в нашем космосе и начинаем строиться немного так нам всего лишь лет остается до того чтобы прибыть туда куда мы хотим так уже так вот они мы космические поселенцы три человека и надо нажать на паузу вот собственно здесь и будет происходить все действие игры вся наша база и сейчас у нас всего есть 8 минут кислорода и если мы не успеем за это время себе ничего построить то есть если вы завтыкаете то наши ребята умрут и можно будет заново начинать то что больше делать здесь будет нечего также у нас есть две тысячи материалов и вот такая вот капсула спасательная если честно я не знаю почему с таким маленьким количеством ресурсов нас сюда закидывает такое ощущение это не космическая экспансия а какая-то беженца голодранца начнем мы строить все естественно с комнаты давайте выберем вот такой размер комнаты давайте вот более квадратно ее сделаем хотя давайте все таки ее поменьше вот такую вот черт я не могу выбрать размер нашей комнаты также я чуть-чуть не забыл вам рассказать что эту игру я видел еще в варианте прототипа тогда она имела вообще другой графический движок и выглядела скажем так не очень красиво в том плане что графика была не в том не просто плохая она была какая-то корявая и неудобная и я очень ждал и надеялся что игра выйдет попозже в лучшем варианте и вот я дождался наконец-то так ладно будем делать это также нам наших ребят видите у них есть профессия их нужно на эти профессии назначать строитель у нас неудачный вот это все рандомно определяется и первые три поселенца не очень хорошо у нас распределились вы видите всего по одной звезде это не очень приятно так можно запускать время теперь они начнут строить вот это вот помещение как я уже говорил в игре реализован сейчас такой минимум абсолютный чтобы вам было наглядней поясню такой момент есть в игре генератор энергии но ни одна постройка ни одна фигня в игре не потребляет эту энергию то есть мы можем построить генератор там назначить генераторную комнату но она не востребована и не используется сейчас вообще в игре то есть вот настолько все здесь альфа версия но по крайней мере показать что здесь будет уже разработчики могут в итоге они обещают очень очень много всяких приколюк там исследование космоса там высаживание на планеты всякие я не знаю нападение защиты плюс очень сложная система взаимоотношений между героями персонажами в общем звучит все конечно очень вкусно и сладко но когда все это выйдет я понятия не имею потому что как я уже говорил тот прототип который я видел он выходил чуть ли не год наверно назад или полгода назад и с тех пор изменилась но только графически изменилась игра функционала не добавился наоборот даже по моему убавилась потому что в прототипе были у каждого человечка показатели его там социализация допустим общительность там еще там всякие склонности здесь же есть только вот такие вот вкладочки и собственно все давайте вернем наше течение времени я потратил тысячу материи на то чтобы построить вот это помещение и первое что здесь надо сделать это конечно же шлюз так по моему в объектах находится вот airlock во первых надо разместить вот такую штуку почему она не ходит а стоп я сильно втыкаю потому что сначала нужно назначить на каждую комнату ее предназначение то есть эти комнаты они просто сейчас просто комната мы вот эту комнату назначаем что это будет именно шлюз и теперь уже можно ставить сюда квити до этого вот эта штука для скафандров не хотела ставиться но это еще не все надо еще поставить специальные двери вот они ставим раз ставим два я как-то криво она поставилась наверное надо переставить сейчас будут двери нормальные да будут двери все запускаем время сколько у нас еще по кислороду еще три минуты то есть пять минут мы уже потратили на то чтобы построить это помещение и надо бы наверное поторапливаться кстати вот это фиолетовое свечение вы видите это тоже результат альфа версии это означает что персонаж пролетает под базой но никаких затенений и эффектов для этого нету поэтому разработчики используют это свечение давайте сделаем еще одну комнату где бы ее сделать только наверно имеет смысл куда-нибудь вот сюда пристроить или вот сюда где мы будем производить непосредственно кислород для наших ребят потому что без кислорода жизни никакой нету а времени осталось буквально три минуты а то чтобы заставить их дышать здесь чтобы им было чем дышать все запускаем время если я не успею то они умрут так и по моему слишком большую я комнату им назначил для постройки проблема в том что у ребят очень низкий скилл все таки строительство они конечно подняли пока все вот это строили но заминка была ощутимой именно из-за этого у меня не остается не так уж и много времени но я думаю они сейчас быстро все таки это помещение построят и я успею запитать его кислородом еще хочу сказать опять же такой негативный момент альфа версии заключается в том что здесь проблема с балансом в том плане что у каждой постройки есть ее прочность вот видите состояние 99 то есть хорошее оно портится оно портится при этом с такой скоростью что даже если весь абсолютно весь персонал который у меня будет будет допустим 15 человек я назначен на об суд техобслуживание то есть они будут ходить инспектировать состояние и чинить его этого не хватит на то чтобы вся буквально минимальная база минимальные вот постройки там кислородные баллоны кровати чтобы они не портились по состоянию и это очень сильно напрягает на самом деле потому что это мешает играть абсолютно так давайте теперь выберем подождите я опять делаю ошибку потому что я не назначил вот эту комнату мы назначаем для лайв суппорта видите она поменяла свой дизайн и теперь мы можем поставить сюда вот такой генератор воздуха отлично комнату я спроектировал достаточно хорошо чтобы убрались ага я думаю что они не ставятся они не ставятся пофиг знает почему на самом деле а у меня 298 материи постольнику я дам сейчас вот за эти точно и у меня не остается материи совершенно так сейчас они достроят почему-то не хочет никуда лететь смотрите какой балбес не осталось минуту на кислороде а он не хочет полететь и помочь этим ребятам кислородные генераторы построить что не совсем по-моему бездельничают так вот видите кислород начал появляться шесть процентов уже семь процентов маловато очень маловато кислорода получается потому что помещение слишком большие для двух генераторов я вот это помещение сделал слишком большой потому что я хотел сделать его заделом на будущее на будущее развитие базы но можно было сделать сразу в три в четыре меньше так сколько у них осталось 40 секунд это нехорошо давайте назначим назначим этого майнером и выберем возможность добычи мы выбираем майн и вот тут фигулину нет неправильное дело она не майнится я уже совершал эту ошибку мы выбираем как постройки и демолиш и выбираем ее и поэтому нам майнер собственно говоря не нужен нам нужно ну давайте назначим его тоже билдером как и было все сейчас ее разрушат свет появился у нас на базе как вы видите так и он похоже уже хочет кто-то высадится здесь чтобы подышать воздухом так сейчас он ее разломает у нас появится еще чуть больше материи отлично сожалению нету ход киев на управление временем не знаю почему хотя логично было бы вот есть ход киев которые позволяют посмотреть сколько у нас уровень кислорода так построим к мы еще пару таких генераторов у нас есть теперь для этого все ну отлично как он то получилось по вам просто идеально чтобы разместить в нем 6 генераторов без лишних свободных клеточек так ребята высаживаются уже да все они ходят нормально тут кислорода по 36 процентов уже сейчас он очень быстро наберется как вы видите все уже 60 70 отлично теперь мы мы выжили в нашем космосе теперь надо не просто выжить но и развиваться для этого мы выберем функцию майна функция майна черт это не майнкрафт и будем добывать этот астероид так все и как я уже делал ранее выберем кого то из них копателем но проблема сейчас будет в том что для копания нам нужна так сейчас я ее найду нам потребуется рефайнере и для этого надо 200 материи у нас осталось всего 70 то есть мы не сможем переработать вот это вот в материю что же делать ребята вот это вопрос давайте мы воспользуемся функцией демолиши опять и наверное снесем так интересно если я снесу вот эти стены они тут останется открыто скорее что тут останется открытый космос то есть она ее не перестроит вот на следующий уровень так это печально давайте-ка вот этим снесем за демолиши мне надо 200 материи я как то совсем не учел что что мне потребуется еще немного для хватит есть отлично по крайней мере должно хватать так теперь мы это эту комнату назначим рефайнере это абсолютно временное будет решение потому что у меня нет тупо ресурсов для постройки еще одной комнаты и и теперь мы можем построить уже непосредственно переработчик вот так она будет выглядеть все отлично теперь по крайней мере тот кто наверное билдера можно но переназначить назначить от одного техника как я уже сказал вот видите уже 97 процентов на генераторах у первых уже 94 хотя по сути дела прошло всего несколько игровых минут то вы думаете со мной согласитесь поломка уже очень очень значительно так вот один шарочек полетел добывать ресурсы так я бы еще хотел показать как сюда прибывают новые экипажи и появляются другие чужие базы то есть появляется контекстный диалог мы если соглашаемся что может появиться бац и там корпус чей-то корпус в общем инопланетян каких-нибудь они тоже будут селиться там развиваться абсолютно независимо от нас как видите один блок вот этот заход копателя принос принес нам 200 материи то есть проблем в принципе с этим не будет возникать давайте построим найти еще кое-какие объекты это пожарный щиток почему потому что очень часто будут возникать пожары ну и монитор можно поставить чтобы ребятам было не скучно поставим монитор пока будет перерабатываться руда они будут смотреть фильмы которые с собой привезли хотя с учетом того насколько скуден был их запас того что они привезли так у нас билдер да я одного билдера все таки оставил вот собственно я думаю что обзор вот само игры что она из себя представляет я буду заканчивать на этом потому что я показал в принципе чуть ли не большую часть того что в ней на данный момент есть мне осталось построить реактор который ничего не делает то есть реакторная комната и реактор потом комната где располагается пап там они могут выпить то есть назначить барменом можно дальше построить каюты для них где будут размещаться кровати коврики ну и контекстное меню с взаимодействием с всякими вот рандомными событиями то есть когда к нам кто-то прилетает чем больше у нас площадь помещений тем больше мы можем людей хранить хотя у меня 12 человек на такое помещение я просто не представляю как они здесь могут жить но опять же все это ранее альфа так вот я обзор на этом буду заканчивать то есть если вас игра заинтересовала то вы в принципе можете в нее поиграть но больше чем на час два вот наконец-то всплыло вот мы выбираем что да отлично прилетает космическая вот такая вот фигулина и два человека к нам присоединяются мы можем назначить профессии вот смотрите допустим вот этот хороший майнер а вот этот хороший в принципе билдер будет у нас два билдера один техник два майнера вот собственно вот такие вот ребята у нас ходят по базе в принципе графически игра выглядит очень милая мне нравится я очень я очень жду когда же она будет развиваться дальше более более развитые билды вот в принципе сейчас на часок игра может вас увлечь но вряд ли на больше по времени вот как я уже сказал именно из-за сильной своей ограниченности то есть такая маленькая маленькая демо версия вот но если вдруг в комментариях наберется очень много комментариев в комментариях наберется много комментариев да классно сказал если наберется очень много желающих чтобы я продолжил то я сниму еще там одно-два видео прохождение то есть как я развиваю свою базу здесь ну а полноценный такой длинной длины летсплей по этой игре будет обязательно если ее конечно не заполят и не забросят когда будет больше функционала вот поэтому я свою цель и функцию обзора вот этого этой игры я выполнил показал все в основном интересное вот здесь подсказки такие возникает в принципе основой на их можно понять что надо делать и чего делать нельзя сейчас мне говорят что не хватает кровати но естественно их не хватает потому что у меня нет этой комнаты вот но не буду я заканчивать до конца уж это видео ставьте лайки пишите комментарии и я надеюсь что разлег не только себя но и вас